Здравствуйте дорогие мои подписчики, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу вам рассказать, как сделать обрезку клематиса, чтобы он цвел в разное время. Обрезка будет у нас двухуровневая. Одна будет часть клематиса под третью группу, вторая часть клематиса будет под вторую группу. Одну часть клематиса, скажу сразу, этому клематису уже больше 20 лет. И его уже нужно омолаживать. Кто смотрел мои ролики, я уже весной рассказывала о том, что у нас была старая лоза, которую я планировала срезать. И сейчас я ее покажу. Вот она старая, смотрите, какая уже лоза. Очень старая. Здесь уже никакой живой части нет. Вот смотрите, она уже вся гнилая внутри. Ну вот корни, которые еще в земле лежали, они пытались еще как-то ветку эту питать, но в принципе она уже для клематиса не нужна. И ее мы решили вырезать, для того, чтобы из-под корня пошла новая лоза. И здесь тоже вот сделана обрезка под третью группу. Мы еще посмотрим, это я сейчас просто в зиму так срезала, чтобы, ну как бы не удаляя лишние какие-то еще ветки, хотя можно еще будет кое-что вырезать, для того, чтобы цветение было более обильным и более крупные цветы. Но сейчас мы этого пока делать не будем. Так будет все зимовать до весны. Значит, а другую часть я срезала под вторую группу. И это все будет тоже у нас зимовать вот так вот на сетке, как это сейчас есть. Также весной мы посмотрим, если будут какие-то поломанные или больные веточки, мы вырежем. Ну, в общем, до весны будет видно. Сейчас пока будет так. Дальше, что мы еще делаем? Значит, вот эта часть клематиса, которая обрезана под третью группу, она будет у нас цвести где-то в конце июня и июль. Ну, возможно, еще полуавгуста. А вот эта часть клематиса, она зацветет раньше, в конце мая, в начале июня. Будет цвести до июля, ну, наверное, еще и даже до начала августа, я так думаю. Таким образом, у нас получится волновое цветение. Это зацветет раньше часть, это зацветет позже. И практически все лето у нас будет здесь цвести этот куст. То есть, цветение его не будет прекращаться. Значит, что еще нам нужно сделать осенью? Раз мы уже здесь, ну, наводим порядок, обрезку сделали. То есть, не все мы клематисы так делаем. Еще некоторая часть у нас вегетирует. Вот, например, еще у нас клематис бал цветов, еще цветы на нем есть. Вот. Но, так как у нас много клематисов, и всем надо уделить внимание, сделать все вовремя. Поэтому частично можно делать это и осенью. Мы, значит, в осень мы вносим удобрения фосфорные. И также я еще планирую, также я еще планирую насыпать перегной. У нас есть очень хороший перегной, листовой и еще перепревший кролиный помет. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы засыпем еще сверху этого удобрения и перегнуем. И все это подрыхлим. 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 Значит, мы свои клематисы обычно никогда не укрываем, потому что мы живем на юго-востоке Украины. У нас теплый климат, умеренные зимы, поэтому наши растения в укрытии не нуждаются. Но если у вас более сыровый климат, то тогда я бы, конечно, рекомендовала сделать укрытие. Как мы делаем укрытие? Ну, смотрите, муж мой сделал из вот таких пластиковых ящиков, из трех скрутил такой короб. Это, значит, наш будет такой каркас. И что мы делаем? Мы наш клематис, так же как эту часть, и так же эту часть мы скручиваем и накрываем вот этим каркасом. Вот так. Значит, вот эту вот часть дальше укроем агроволокном, сверху насыпем сухой листвы, и еще сверху надо положить какой-то шифер, утяжеляющий материал, чтобы эта листва не разлеталась потом, когда будет ветер. Все, на этом наше укрытие закончено. Ну, и как бы тогда вы уже будете весной открывать, потихоньку будете смотреть, только аккуратно агроволокно приоткрывать, чтобы начал клематис дышать, чтобы какая-то там вентиляция была. И уже после того, когда вы откроете клематис, дальше вы обрабатываете растения от грибка, смотрите, какая часть там у вас пережила, какая-то не пережила, может быть там какая-то омерквевшая часть куста, может быть какие-то больные веточки. Все это нужно вырезать, обработать от грибка. Мы весной, значит, делаем удобрение, сыпем кальциевую селитру, и нужно будет подрыхлить, потому что я же осенью еще рассыпаю перепревший навоз, для того, чтобы земля была более рыхлая. Все, вот эту часть мы раскручиваем, также смотрим тогда на то, как перезимовал клематис, вырезаем старые поломанные больные веточки, это называется санитарная обрезка. Ну и обработку тоже делаем от грибка, фунгицидами системного действия. И все. На этом я думаю, что в принципе все, что касается укрытия, обрезки и цветения в течение лета наших клематисов. Всем пока-пока! Желаю красивого цветения! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок